Только что отстреляли в Игоре Талькова. За кулисами был выстрел в Игоре Талькова. Спустя 27 лет уголовное дело было возбуждено снова. 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит в перестрелке во дворце спорта Юбилейной в Санкт-Петербурге. До сих пор его убийство считается одним из самых громких в истории российского шоу-бизнеса. Ранее в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство вдовы музыканта о признании ее потерпевшей. Она сама обратилась в следственный комитет, поскольку изменилось законодательство и теперь стало возможным вынесение приговоров заочно. Сын певца в интервью каналу Москва-24 заявил, что не видит в новом расследовании перспектив. Меня никогда не волновал непосредственный исполнитель этого всего. Меня больше волновал всегда философский идеологический вопрос. То, что отец был не жилец, это уже понятно было после его последней песни, адресованной Ельцину. А как это все сделано, я всегда считал, что все участники известны нам этой драки, сама они так же пострадали. Друзья музыканта новость о возобновлении дела восприняли по-разному. В школе номер 11 города Щекино мы встретились с Игорем Лосенковым, который учился в параллельном классе с артистом. Много лет назад они задели друг друга в коридоре и, как и приняту ребят-пятиклассников, подрались, выясняя, кто из них прав. Так было положено начало большой дружбы. После того концерта питерского, где трагический случай, он должен был приехать в Тулу. Вот это его слова были, он обещал приехать в Тулу, в Щекино, обязательно выступить перед земляками. Афиши тех лет – стихи и гитара Игоря Талькова. Памятные вещи в школьном музее собирали, что называется, всем миром. Их передавали друзья музыканта, близкие и просто почитатели таланта. Один из экспонатов музея – это свитер, который вязала мама Талькова для занятия Игоря хоккеем. Он всегда мечтал играть в команде и даже нередко говорил «умру, но стану хоккеистом». Но его захватила музыка. Концерт в Питере, на котором был застрелен Тальков, в графике артиста появился случайно. В этот день он должен был выступать в Сочи, но у судьбы были свои планы. Основным подозреваемым по делу об убийстве все эти годы считается концертный директор артиста Валерий Шляфман. Существует ли у Давыда Талькова какая-то новая информация для Следственного комитета – неизвестно. Подробности пока не разглашаются. Независимо от исходов дела, события 1991 года останутся в памяти поклонников и близких. 6 октября они почтили память артиста, возложив цветы к мемориальной табличке во Дворце спорта «Юбилейный» в Питере и памятнику, установленному у Дворца культуры в Щекино.